Сейчас вы будете очень удивлены, но вот за такое состояние дорог главу Украфтодора еще и премировать могут. Министр инфраструктуры предложил дать ему дополнительно 200-300 процентов оклада. Чем же заслужил Новак такое поощрение, а вместе с ним и другие топ-менеджеры госпредприятий, даже еще большие суммы. Смотрите в нашей справке. На иностранца слова мира Новака у отечественного Кабмина большие надежды. Ведь современные польские автобаны это и его заслуга. Вот только у себя на родине Новак оказался причастен к коррупционному скандалу, что и поставило точку в его карьере. На его руке заметили швейцарские часы, не указанные в декларации, стоимостью в 5000 евро. По меркам наших слуг народа дешевая безделица, но Новаку она стоила министерского кресла. В украинском Автодоре Новак, похоже, трудится не корысти ради. Ведь по словам министра инфраструктуры, его официальная зарплата 10-12 тысяч гривен. Но если ее немного увеличить с помощью премий, то можно выйти и на европейский уровень оплаты. У земляка слова мира Новака войцаха Болчуна не настолько скромные официальные заработки в Украине. Он с лета реформирует Укрзалезныцу. Еще одно заколдованное ведомство, где, как и в Украфтодоре, бесследно исчезают деньги. Сколько за свою работу получает Болчун, точно неизвестно. По информации журналистов, около 500 тысяч гривен в месяц. Хотя еще раньше в Министерстве экономического развития заявляли, со всеми премиями и доплатами его доходы могут составлять миллион долларов в год. Ведь что-что о зарплатные уравнения в Украине решать умеют. И не важно, что из пункта А в пункт Б по нашим дорогам ездят старые поезда. Но не только иностранным топ-чиновникам в Украине жить хорошо. Оказывается, в отдельных случаях украинские зарплаты вполне могут конкурировать с европейскими. Например, у руководителей Нафтогаза. Зарплата Андрея Коболева 1 миллион гривен. А если включить волшебный калькулятор премии надбавок, то сумма может распухнуть втрое. Или вот руководители Укргаздобычи. По документам, которые попали в СМИ, председатель правления государственной компании Олег Прохоренко получает миллион гривен. Всего в Украине десятки госкомпаний. Вот только сведения о зарплате их руководителей крепко прячут в толстых папках. Видимо, чтобы не смущать общественность. Ведь народные 3200 и уж больно велик контраст. Продолжение следует...